Первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. Библия говорит, что голос Господа над водами многими. Писание говорит, что мы очищены через омовение водой Слова Божьего. Так что голос Господа над Словом Божьим. Ключ к духовному прорыву — услышать голос Божий, звучащий за Писанием. Ключ к прорыву — услышать голос Божий, звучащий за проповедью. Не пытайтесь записывать все, что выходит из моих уст, но записывайте все, что Дух Божий говорит к вашему сердцу. Так что когда вы что-то услышите в это утро, услышите в это утро голос, звучащий за Словом Божьим. У вас будет потенциал для духовного прорыва в вашей жизни. Так? Первое послание к Фессалоникийцам, 5, 23. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без пороков пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Итак, вот в чем дело. Из этого местописания, как из многих других мест в Новом Завете, очевидно, что человек — трехчастное существо. Человек — трехсоставное или трехчастное существо. «Человек, будучи духовным существом, обладает душой, и человек, будучи духовным существом, обладает душой, живет в физическом теле, в физическом мире». Вы должны это помнить. Вот такое откровение вам надо получить. «Я — духовное существо, я не тело. Я живу в теле, в этой земной одежде для того, чтобы иметь восприятие и власть в этом физическом мире. Но тело — это не я. Тело — это не вы. Тело — это дом, в котором вы живете. Когда я вижу вас едущими в вашем автомобиле, автомобиль — это не вы. Но кто-то говорит, «О, посмотрите на Кевина». Но это не Кевин. Это машина, на которой он ездит. Также в физическом мире мы имеем дело с телом. То тело — это не вы. Вы — духовное существо. Скажите громко, «Я — духовное существо. Я подобен Богу, который есть духовное существо». В Евангелии от Иоанна 4, 24 говорится, «Бог есть дух». В расширенном переводе «Бог есть духовное существо». «Бог есть дух». Скажите, «Я — духовное существо». «Я — духовное существо, обладающее душой». «Я — духовное существо, обладающее душой». «Живу в физическом теле». Это необходимо помнить. Это не должно быть, знаете, играми разума или интеллектуальным упражнением. Это должен понимать каждый рожденный свыше верующий. «Я — духовное существо». «Я — это существо». «Я — духовное существо». Медики все время пытаются выяснить, почему человек умирает, ведь тело было сотворено настолько гармонично, что может постоянно обновляться. Тем не менее, ученые не могут понять сущность жизни, потому что они не понимают, что сущность жизни — дух. человек есть дух, он обладает душой, он живет в физическом теле. Пока я в физическом мире, я могу установить контакт с вашим физическим телом. Если я подойду и коснусь вашего плеча, я могу установить контакт с вашим физическим телом. Я могу установить контакт с вашей душой через слова, которые я говорю вам. Я могу сказать слова, которые сделают вас счастливыми. Я могу сказать слова, которые сделают вас печальным. Я могу сказать слова, которые обидят вас. Так я могу установить контакт с вашей душой. Ваша душа — это ваш разум, воля, ваши эмоции, ваша личность, ваша совесть. Функции души — думать, чувствовать, выбирать. Это ваша душа. Это ваша душа. Когда я подхожу к вашему телу и начинаю с вами говорить, я говорю с вашей душой. Это ваша душа. И я могу вступить в контакт с вашей душой в этом физическом мире. Но я не могу вступить в контакт с вашим духом через ваши эмоции. Ни через какое физическое прикосновение я вступить в контакт с вашим духом не могу. Вы — духовное существо. Большую часть времени мы жили свою жизнь, думая, что мы только лишь тело и душа. И если так послушать и почитать книги, мы привыкли использовать слова «Душа и дух» как синонимы, как будто бы они одно и то же, но они не одно и то же. Вы — дух, и вы владеете душой. Господь спас мою душу. Нет, спасен был ваш дух. А вашей душе необходимо обновление. Нам надо привести это в порядок, чтобы понять в правильном контексте местописания, которое Бог поместил в Библию. Некоторые из этих мест Писания относятся к вашему истинному «я», к духовному человеку. А вы продолжаете относить их к телесному человеку. Но делая это, вы упустите весь план спасения. Вы — духовное существо. Скажите, «Я — духовное существо». Вы не можете вступить в контакт со своим духом через эмоции. Вы не можете. Я могу контактировать со своей душой, но не могу с духом. Я не могу контактировать со своим духом через эмоции. Я не могу контактировать со своим духом через мое физическое тело. Духовную сферу невозможно увидеть или почувствовать через видимое. Это нельзя сделать через видимое. Все в этом физическом мире существует благодаря духовному миру. Есть физический мир, но одновременно с ним существует и мир духовный, который управляет физическим. Все физические вещи, вещи, которые вы можете видеть, которых можете касаться, воспринимать с помощью сенсорных механизмов, все эти физические вещи произошли из духовной сферы. Библия говорит, что вещи, которые вы видите, произошли от вещей, которых вы не видите. В Библии сказано, что видимые вещи временны, а невидимые вечны. Хорошо, первое, леди и джентльмены, если я хочу повлиять на свою физическую жизнь, я должен понимать свою духовную жизнь, поскольку все происходит от Духа. Духовная сфера — это родитель всех физических вещей. Иначе говоря, духовная сфера дала рождение всем физическим вещам. Невидимая сфера дала рождение всему, что вы видите, и тем не менее. Вы, как человеческие существа, были научены называть реальными только то, что вы можете видеть, до чего можете дотронуться, с чем можете вступить в контакт в этом физическом мире. Даже в физическом мире вы научились верить в реальность определенных вещей, которых вы не видите. Вы верите в то, что на ваших руках могут быть микробы, и поэтому моете их. Вы верите в то, что существуют радио и телевизионные волны, и в то, что они движутся. Вы верите в то, что они есть, но не можете контактировать с ними. Так что, пожалуйста, послушайте меня. Вы можете контактировать со своим телом, вы можете через слова контактировать с эмоциями, но вы не можете контактировать со своим духом. Духовную сферу нельзя увидеть или почувствовать через видимое. Единственное, как вы можете воспринять, я буду часто использовать это слово. Это слово «воспринять» значит «стать осведомленным о», оно значит «узнать», оно значит «быть способным распознать, представить или понять». Итак, единственный способ, как вы сможете воспринять... Единственный способ, как вы сможете понять или представить духовную сферу через Слово Божье. Единственное, как вы можете контактировать с вашим духом и духовным миром через Слово Божье. потому что вы не можете почувствовать его и коснуться его. Единственное, как вы можете получить доступ к нему? Через Слово Божье и свою веру в него. Кто-то скажет, «О, но, брат Доллар, я на самом деле почувствовал, что контактировал с Богом, когда молился сегодня утром». Нет, было не так. Понимаете, вы знаете, что контактируете с Богом благодаря тому, что говорит Слово. А не тому, что вы чувствуете. То, что вы почувствовали, никогда не будет квалификатором контакта с Богом. Я вам говорю, вы не можете установить контакт с духовной сферой и со своим духом. Никаким видимым способом. Единственное, как вы можете это сделать, через Слово Божье и веру в него. Давайте прямо сейчас проясним некоторые вещи. Скажите снова, «Я духовное существо». Весь вопрос в вашем понимании. Понимаете ли вы, кто вы на самом деле? До того, как мы начнем рассматривать все вещи, которые вам необходимо понять, и привести в реальность. Давайте быстро прочтем Писание, Второе послание к Коринфянам, 4 глава, 16 стих. В 16 стихе говорится, «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Заметьте, есть внешний человек — ваше тело, а есть внутренний — ваш дух. Библия старается ясно донести до вас эту мысль. Вы — это не ваше тело. Есть внешний человек и есть человек внутренний. Этот внутренний человек называется вашим духом. Теперь посмотрите 9 главу 1 послания к Коринфянам и заметьте, как апостол Павел говорит здесь. Из того, как он говорит, очевидно, что он получил откровение о духе, душе и теле. Первое послание к Коринфянам, 9 глава, 27 стих. Очевидно, у него было откровение о духе, душе и теле. Смотрите, как он говорит то, что он говорит. 27 стих. Давайте прочтем его вместе. Готовы? Читаем. «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным, заметьте, что он сказал в 27 стихе. «Но усмиряю и порабощаю тело мое». У него было откровение о том, что он духовное существо. Посмотрите, он говорит, «Я усмиряю тело мое и порабощаю его своему духу». Вы ответственны за себя, вы — это духовный человек, и вы ответственны за то, чтобы покорять свое тело духовному человеку. Павел знал, о чем говорил. Посмотрите послание к римлянам, 12 главу, с 1 стиха. Здесь говорится. Римлянам, 12-1. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, настоящий вы, вы — духовный человек, вы — духовный человек, вы — настоящий человек, вы — духовный человек. Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И вы, духовный человек, не сообразуйтесь с веком сим, но вы, духовный человек, преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Заметьте, что здесь сказано. «За что истинный вы, вы — духовный человек, ответственны?» «Вы — истинный вы, вы — духовный человек, ответственны, первое, за то, чтобы представить ваше тело в святую и благоугодную жертву Богу, и второе, вы — духовный человек, ответственны за обновление вашего ума». Итак, он берет тело, он берет душу и говорит вам, духовному человеку, что вы, будучи рождены свыше, вы — духовный человек, ответственны за то, чтобы душа была обновлена, а тело представлено. И затем он идет еще дальше и говорит во втором стихе, что вы, духовный человек, можете познать и проявить в видимом мире благую, угодную и совершенную волю Божью. Вам надо иметь понимание о духе, душе и теле для того, чтобы правильно толковать и воспринимать то, что Писание говорит нам. Первое послание Петра, 3 глава, 4 стих. Опасно читать Писание, относясь к себе как к телу, а не как к рожденному свыше духу. В первом послании Петра, в 4 стихе, 3 главы говорится, «Но сокровенный сердце человек в нетленной, красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Заметьте, как он говорит о вашем духе. Он говорит о вашем духе, как о сокровенном, сокрытом человеке. Почему? Потому что я не могу видеть ваше истинное «я». Это сокрытый человек. Я могу видеть ваше тело, но истинный вы сокрытый человек. Я смотрю на ваше тело, вы смотрите на мое, но я не встречал вашего истинного «я». Или я не видел ваше истинное «я». Вы не видели мое истинное «я». Оно сокрыто от физического взгляда. Оно сокрыто от физического зрения. Откройте 22 стих 7 главы послания к римлянам. «Пока вы открываете, скажите, «Я — духовное существо». В послании к римлянам 7, 22 говорится, «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем». В послании к галатам это также называется внутренним человеком. Итак, это внутренний человек. Павел старается объяснить и показать нам, что есть сокрытый человек. Есть внутренний человек, сокровенный человек. Речь идет о вашем истинном «я», о духовном человеке. Обратите внимание вот на что. Если бы не Слово Божье, то у вас не было бы понятия о том, что вы — духовное существо. Если бы не Слово Божье, то у вас понятия не было бы о том, что есть небеса, что есть ангелы. Вы это видеть не можете. Если бы все было представлено вашему телу и вашей душе без Слова Божьего, то у вас никогда не было бы никакого понятия, понимания или знания о вещах, которых вы не видите. Единственный способ, как вы можете получить понятие о невидимом — через Слово Божье. Если вам это понятно, скажите «Аминь». Хорошо, теперь давайте прочтем из первой главы послания Иакова. Давайте поместим то, что я только что сказал, в перспективу. Пока что все со мной? Вы в теме? Послание Иакова, 1 глава, 23 стих. Смотрите. «Будьте же исполнители Слова, а не слышатели только, а обманывающие самих себя. Ибо кто слушает Слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии». Давайте поговорим на тему зеркала. В видимом мире у вас есть зеркало в ванной или, может быть, в спальне, и там вы можете созерцать свое лицо. На самом деле, это единственный способ, как вы можете посмотреть себе прямо в лицо. Потому что ваши глазные яблоки не могут выдвинуться, развернуться и посмотреть вам прямо в лицо. Вы понимаете, что я говорю? То, что вы видите в зеркале, нереально. Это всего лишь отражение. Это отражение. Вы не можете коснуться его. С этим отражением вы даже не можете установить контакт. Если бы вы могли дотянуться и коснуться себя, у вас бы случился нервный срыв. Это отражение. Вы смотрите в это зеркало, видите там свое лицо, и вы заметили, что происходит с течением времени. Вы достигаете момента абсолютного доверия этому отражению. До такой степени, что, глядя в зеркало, женщины накладывают макияж. Если это отражение показывает, что макияж наложен не так, вы продолжаете и поправляете его. Вы доверяете этому отражению, так ведь? Вы доверяете этому отражению. Вы доверяете ему настолько, что действуете на его основании. Вы доверяете ему. Писание говорит, что Слово Божье подобно зеркалу. Каким образом? Слово Божье подобно зеркалу, потому что отражает что? Ваш Дух подобно тому, как обычное зеркало отражает ваше лицо. Слово Божье – зеркало, которое показывает вам отражение вашего рожденного свыше Духа. Единственный способ, как вы можете воспринять, каков ваш Дух, – это посмотреть в зеркало Слова Божьего и позволить Ему показать вам отражение того, как выглядит ваш Дух. Вы не можете увидеть Дух своими физическими глазами. Вы не можете контактировать с Ним через свои эмоции, и при этом есть часть вас, ваше истинное Я. И единственный способ что-то узнать о вашем истинном Я – это открыть Библию и посмотреть в нее, как вы смотрите в зеркало, видите отражение своего лица и доверяете ему, и определяете по нему свои действия, так как верите этому отражению. Итак, вот куда мы движемся. Я хочу, чтобы вы верили в то, что видите в Библии точно так, как вы верите тому, что видите в зеркале. Вы слышали, что я только что сказал? Понимаете, переживание рождения свыше, новое рождение – это новое рождение вашего человеческого Духа. Вот что это такое. Новое рождение вашего человеческого Духа. Кто из вас рожден свыше? Поднимите руки. Хорошо. Если вы не рождены свыше, мы об этом позаботимся. Это сегодня не проблема. Вы рождены свыше, и подобно тому, как вы видите отражение своего лица, вам надо видеть отражение вашего рожденного свыше человеческого Духа. Я говорю вам. Я говорю вам, это и сосредоточен на этом. Потому что мы готовимся к тому, чтобы это сделать. А вы сидите там и религиозно говорите, «О, да, я буду доверять отражению». В самом деле? Я здесь подниму бунт. Абсолютно так. Некоторые из вас будут шокированы, говоря, «Да в чем дело?» Но все, что я вам показываю – это отражение. Религия пыталась. Давайте просто пойдем и сделаем… Хорошо, давайте я задам вам вопрос. Если хотите узнать, как выглядит ваше физическое лицо, куда вы смотрите? Если вы хотите узнать, как выглядит ваш Дух, куда вы смотрите, а? В Слово. В Слово есть отражение вашего Духа, так? Хорошо, давайте посмотрим в Него и давайте узнаем, что мы увидим. Второе послание, Коринфянам, 5 глава, 17 стих. 2 Коринфянам, 5 глава, 17. М-да. Некоторые люди приходят в церковь и говорят, «Одну минуту, что мы делаем? Почему мы занимаемся всеми этими чтениями?» Я думал, что у нас будет церковь. Вот в этом ваша проблема. Потому что вы не можете сделать больше, чем вы знаете. А если вы не узнаете больше, тогда вы будете возвращаться к тому, что вы знаете, чего недостаточно для победы в вашей жизни. Вы смотрите? Хорошо, обратите внимание вот на что. Второе послание, Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Готовы? Читаем. Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас Собою и давшего нам служение примирения. Хорошо. Посмотрите, что Он сказал. Итак, кто во Христе? Кто из вас рожден свыше? Если вы рождены свыше, то вы что? Значит, Он обращается к вам. Хорошо. Таким образом, те из вас, кто рожден свыше и во Христе, вы новое творение. И что Он тут говорит о вашем теле? Он говорит о вашей душе? О какой части вас идет речь? О вашем духе? Какая часть вас стала новой? Ваша душа не стала новой. Она продолжает обновляться. Ваше тело не стало новым. У вас все то же самое. Знаете, смотрю на свои руки, а они новые. Нет, не новые. Понимаете, ваш дух был искуплен. Ваша душа еще не была полностью искуплена. Она была выкуплена, но не была искуплена. Ваше тело не было искуплено. Оно было выкуплено, но не было искуплено. Ваша душа и ваше тело не будут искуплены, пока не вернется Иисус. Но когда вы родились свыше, ваш духовный человек был не только выкуплен, но и полностью искуплен. Оно абсолютно совершенно новое. Вы знаете о том, что Иезекииль видел это? Иезекииль пророчески видел рождение свыше еще до того, как оно произошло. Откройте книгу Иезекииля 36 главу. Нам надо открыть это место. Подождите, у меня нет целого дня ждать, пока вы будете перелистывать. Книга Иезекииля 36 глава, 26 стих. Вы поймете, почему я так медленно и подробно объясняю все это. Потому что, опять-таки, вы смотрите в зеркало. Стихи 26 и 27. Давайте прочтем вместе. Готовы? Читаем. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Возможно, тогда люди не понимали, о чем речь, но мы сейчас понимаем. Он здесь описывает переживание рождения свыше. Рождение свыше – это когда вы становитесь новым, ваш дух становится новым. Но не только это. Бог говорит, «Вложу внутрь вас дух мой». Так что вот что он говорит. И Эзекииль видит вот что. Он видит, как новый дух, и Дух Божий соединяются вместе. Так что, когда вы рождаетесь свыше, ваш новый дух и Дух Святой соединяются, и вы становитесь одним. Говорю вам сейчас, до того, как я покажу вам это. Кто из вас рожден свыше? Прямо сейчас, прямо сейчас, прямо сейчас. Прямо сейчас ваш дух, и он сочетан с Духом Святым. И прямо сейчас, когда вы пойдете на небеса, прямо сейчас ваш дух – одно с Богом. Прямо сейчас. Вот тут у вас борьба. «Но вчера я курил травку». Нет, нет, ваш дух! Если вы родились свыше, он прямо сейчас – одно с Духом Святым. Хорошо, вернемся к 5-й главе 2-го послания к Коринфянам. 2-го коринфянам 5-го. Итак, кто во Христе – тот новое творение. В другом переводе говорится – тот новый вид существа, которого никогда раньше не существовало. Речь идет не о вашем теле, речь не о вашей душе, но речь о вашем истинном Я, о вашем духовном Я. Древнее прошло, теперь все новое. Послушайте меня внимательно. Каждый рожденный свыше верующий прошел полную внутреннюю трансформацию. Каждый рожденный свыше верующий, ваш дух, с которым нельзя контактировать через ваше тело, ваш дух, с которым нельзя контактировать через вашу душу, пока вы еще обновляете свой ум Словом Божьим, но ваш дух прошел полную внутреннюю трансформацию. Ваш дух, вы, истинный вы, ваш духовный человек прямо сейчас, прямо сейчас в этот день, прямо сейчас он такой же совершенный, такой же зрелый, как сам Иисус. Видите, как вы колеблитесь? Как сомневаетесь? Ваш духовный человек прямо сейчас такой же совершенный, такой же зрелый, такой же полноценный, как сам Иисус. Я скажу это дважды. Ваш духовный человек прямо сейчас такой же совершенный, такой же зрелый и такой же полноценный, как сам Иисус. Ваш духовный человек совершенен. У вашего духовного человека нет никаких изъянов. Он такой же зрелый и имеет такую же полноту, такой же совершенный, как Иисус прямо сейчас, в то время, как вы сидите здесь, готовы вести эту борьбу отражений, которую я вам скоро покажу. Вы верите тому, что видите в зеркале? С чем вы сейчас сражаетесь? Хорошо, смотрите. Таким образом, вы не находитесь в процессе попыток что-то получить от Бога. А в моей жизни происходит так, что кажется. Это делает каждый христианин. После того, как вы родились выше, вам незачем пытаться что-то получить от Бога. Все, что вам когда-либо понадобится в христианской жизни уже прямо сейчас, присутствует во всей полноте для всей вашей жизни и для всей вечности. и для всей вечности сейчас. Нет, вы не услышали, что я говорю. Вы думаете, что когда я приду на небеса, возможно, с моим Духом произойдет обновление, и я получу новый Дух. Неа! Совершенный, безупречный, зрелый Дух, который у вас есть сейчас, уже содержит во всей полноте все, что вам когда-либо понадобится в этой жизни, и все, что вам когда-либо понадобится в вечности, вложения уже были сделаны. У вас внутренняя борьба. Но почему же я ничего не вижу? Понимаете, в этом все и дело. Все это уже есть в вашем Духе, и вы живете в этом видимом мире. И если вы узнаете, как соединяться с богатствами вашего рожденного свыше Духа, чтобы они из невидимого перешли в видимое, тогда вы сможете получить от них пользу, как это делал Иисус, когда был в физическом теле. Вы понимаете, что я говорю? Хорошо, я знаю, что только что произнес радикальную истину, и теперь мне надо обратиться к Библии и показать вам место Писания, которые подтвердят все, что я вам только что сказал. Сейчас мы покажем вам отражение вашего Духа. Послание к Ефесе, нам 3 глава, 16 стих. Все, что вам когда-либо понадобится в христианской жизни, уже присутствует во всей планете в вашем Духе. У скольких из вас сейчас есть нужды в этой земной жизни? И некоторые из вас все еще приходят к Богу, и причина, почему Бог ничего не делает, в том, что Он сказал, «Я уже это сделал». О Господи, приди и коснись Меня! В Писании сказано, что праведность, которая от веры не просит Бога прийти и прикоснуться, она не просит Бога прийти и прикоснуться. Праведность, которая от веры верит Слову Божьему, а Слово говорит нам, что у вас все это уже есть. Хорошо, 16 стих. Давайте прочтем этот стих вместе. Готовы? Читаем. «Да даст вам по богатству Славы Своей укрепиться могуществом, Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, крепко утвердиться Духом Его». Здесь речь идет о Святом Духе. «Крепко утвердиться Духом Его где? Во внутреннем человеке или духовном человеке, который есть ваше истинное Я». Верно? Хорошо. Согласно Писанию, вы были укреплены чем? Скажите громко. «Где это могущество?» «В моем внутреннем человеке, в моем Духе. Кто вложил его туда?» «Бог или Дух Святой». Хорошо. Очевидно, что если не углубиться в это, то это ничего не будет для вас значить. Могущество во мне. И что из этого? Давайте определим, что это такое. Могущество – это способность делать все. Могущество – это способность делать все. Вы помните, как апостол Павел сказал «все могу»? Он так сказал, верно? И так и было, да? Он сказал «все могу через Христа, который что?» Укрепляет его. Угадайте, чем он укреплялся? Могуществом. Потому что могущество – это что? Что? Где находится эта способность делать все? А? В чьем духе? Значит, вы уже прямо сейчас имеете в себе способность делать не некоторые, не пару вещей, а все. В вас есть способность делать все, но в вашей жизни кажется, что вы не можете делать ничего. В чем же дело? В вас есть способность делать все, но вы делаете лишь немногое. На самом деле, вы делаете мало, но если вы сможете узнать, как сделать так, чтобы то, что в вашем духе работало в вашей земной жизни, вы будете подобны Иисусу. Вы уже подобны Ему в своем духе. Истинны вы, как Он. Я стараюсь донести это до людей. Вы умираете от рака. В то самое время, как исцеление находится внутри вас. Это все равно, как умереть от жажды, находясь рядом с колодцем. В вас уже есть изобилие, а вы по-прежнему живете в нужде. В вас есть работа, а вы по-прежнему безработный. Вы все еще работаете на других. Хотя идея предпринимательства, вы не… Умереть от жажды прямо рядом с колодцем. Как вы думаете, что Бог скажет вам, когда вы придете на небеса? Слушай, но у тебя было все это… Господь, не знаю, почему ты не отвечаешь на мою молитву? Ты ходил с этим каждый день. Я дал тебе все. Я дал тебе моего Сына. В 17 главе Евангелия от Иоанна сказано, что я люблю тебя точно так же, как я люблю Иисуса. Вы ходите по земле точно так же, как ходил по земле Иисус. И Бог снабдил вас всем, чем Он снабдил Иисуса. Разница в том, что Иисус знал как. Я не знаю, как это быть подобным Иисусу, преподобный. Первое послание Иоанна 4,17. Первое послание Иоанна 4,17. В вас есть могущество, но вы испытываете внутреннюю борьбу. Вы не испытываете ее, когда смотрите в зеркало и видите, что ваша прическа не в порядке. Вы просто поправляете ее. Сидя перед зеркалом, вы не говорите, ну не знаю, я в это не верю. Я не верю в то, что это мои волосы. Но именно это вы делаете прямо сейчас. Я показываю вам, что вы можете все, а вы прямо сейчас в этом сомневаетесь. Это прямо висит в зале. Я слышу, как вы говорите, правда ли, что я могу все? Потому что всю вашу жизнь дьявол атаковал вас и ваше тождество. Религия атаковала вас и ваше тождество. Вы не знаете, кто вы. И вот я говорю вам, кто вы. Но вы не верите в то, кто вы. Вот и победа сатаны. Заметьте, для того, чтобы одержать над вами победу, дьявол атакует ваше тождество. Он не хочет, чтобы вы знали и верили в то, кем вы являетесь. Он нарисовался в Эдемском саду. Первый Адам. Первый Адам и последний Адам, Иисус. В обоих случаях враг атаковал их тождество. Лукавый пришел к первому Адаму, «Откуси-ка от дерева в саду, и ты станешь как Бог». Очевидно, они не знали, что они подобие Бога. И так как они не знали, кем они были, когда пришла атака, они не знали, кто они. Их изгнали из сада. Они потеряли одеяние славы. Они оказались вне Эдема. В проклятии. Пытаясь быть тем, кем дьявол сказал им быть. Дьявол появился в пустыне, чтобы атаковать Иисуса таким же образом. «Если ты Сын Божий», Иисус сказал, «Даже не лезь с этим вопросом». «Ты знаешь, что Я знаю, кто Я». И вот поэтому Он сказал, «Сатана, иди отсюда. Ты знаешь, кто Я. Я Сын Божий. Ты знаешь, кто Я». И дьявол убежал, говорю вам. Настало время дьявола убежать. Но Он не убежит до тех пор, пока вы, встав утром, не осмелитесь сказать, «Я знаю, кто Я». Хорошо, дальше. Вы теперь оживились. Давайте я покажу вам, кто вы. 1 Иоанна 4,17. 1 Иоанна 4,17. Читаем. 1 Иоанна 4,17. «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что как Он, так и мы в этом мире». Это ваше отражение. Прочтем последнюю часть. «Как Он, так и мы, когда пойдем на небеса». При последнем прости-прощай. Мы такие, как Он прямо сейчас. Фред, прямо сейчас. Не тогда, когда я пойду на небеса, я буду подобен Иисусу. Я как Он прямо сейчас. Это смело, это радикально. Я как Иисус. Вы встаете утром в каждые из дней своей жизни. Доброе утро. Я как Иисус прямо сейчас. Мне не надо стараться стать, как Он. Я такой, как Он прямо сейчас. Это ваше тождество. И против этого дьявол будет бороться. Потому что, когда вы скажете «Я как Иисус прямо сейчас», первое, что сделает обвинитель братьев, приведет вам на память ваше поведение в душе и теле, чтобы оно повлияло на ваше тождество. Я как Иисус прямо сейчас. Да, но вчера я разозлился. Могу я ввести вас в то, что… Ладно, я буду учить об этом немного позже. В послании к Ефесинам 1.13 говорится, «После того, как вы услышали Евангелие, после того, как вы уверовали и спаслись, Бог говорит, я запечатаю вас обетованным Святым Духом». Это слово «запечатать» имеет значение подобное тому, как ваша мама брала фрукты, раскладывала их по банкам, хорошо закрывала их и хранила в погребе. Никакое загрязнение не могло проникнуть туда, никакие микробы не могли проникнуть, потому что банки были запечатаны. Так что, когда ваше тело и душа делают грех, ваш дух в этом не участвует. Загрязнение не проникает через печать, потому что у меня проблема с тем, как вы судите себя, потому что мой дух не может соучаствовать в грехе, и мой дух, как Иисус в этом мире, слава Богу! Сестра Бетти, я как Иисус прямо сейчас. Сатана скажет, судя по тому, что ты сделал вчера вечером... Нет. Неправда. Неверно. Я подобен Иисусу, согласно не тому, что я сделал вчера вечером. Я подобен Ему согласно тому, что Он сделал две тысячи лет назад. Я как Он прямо сейчас в этом мире. Я как Иисус. Я такой, как Он прямо сейчас. Я такой, как Он сегодня. Видите, это отражение, которое я показываю вам. У вас борьба. А я как Он прямо сейчас. Некоторые из вас ошеломлены. Вы такой, как Он прямо сейчас, при том, что в видимом мире вы ругались, плохо вели себя и не любили других как следовало. Проблема в том, что вы измеряете грех не так, как это делает Бог. Бог говорит, кто разумеет делать добро... Давайте успокоимся. Вам, человеческим существам, кто разумеет делать добро и не делает тому грех? Иначе говоря, мы все время говорим привычные грехи. Я вам могу сказать, что их делают все. Мы боремся. Я знаю, что должен любить свою жену так, как Христос любит церковь. Но я не всегда люблю ее как должно. В глазах Божьих это грех. Я не всегда размышляю над Словом Божьим как должно. В глазах Божьих это грех. Я не всегда хожу в безусловной любви, когда против меня поступает плохо. Это грех в глазах Божьих. Но в ваших глазах это не грех, пока дело не дойдет до большой пятерки. Блуд, прелюбодеяние, убийство, воровство. Я подобен Иисусу. Я стараюсь вложить это в ваш ум. Вот какими вы должны быть. Послание к филиппийцам, 2 глава. Перейдите туда, хорошо? Я стараюсь показать вам отражение вашего духа. Я не пытаюсь показать вам отражение вашей плоти или души, а о них вы и так знаете. Вы знаете, какую работу надо преодолеть в этой области. Может в этом и проблема. Вы слишком много работаете вместо того, чтобы делать то, что нужно. Я забегаю вперед, но вам нельзя пропустить следующую серию. Филиппийцам 2 глава. Прочтите вместе со мной. Это сказано в Библии. Пятый стих. Готовы? Читаем. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, тот же ум, какие и во Христе Иисусе». Стоп! Я обращаю ваше внимание на пунктуацию, или, по крайней мере, на попытки того, что автор попытался сделать при помощи пунктуации. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, тот же ум, какие и во Христе Иисусе». Двоеточие. Я скоро покажу вам, что я хочу вложить в ваш разум. Пусть в вас будет то же отношение и та же цель, что были во Христе Иисусе. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, пусть в вас будет тот же ум». Посмотрите, у вас внутренняя борьба. Посмотрите. Ну вот. Я говорю вам, как Он, так и я. Я, как Иисус. Я, как Иисус. Я, как Иисус. Я, как Иисус. Но вы, посмотрев на мою жизнь, скажете, «Нет, вы не как Иисус. Потому что я помню, как вы то-то сделали и то-то сказали». «Не-не-не-не-не-не. Я, как Иисус, реальный. Я тот. Я, которого вы еще не видели. Я подобен Иисусу». «Нет, я, как Иисус. Я, как Иисус». Видите, вы настолько сосредоточены на грехе, что даже не можете принять свое истинное тождество, и поэтому вы исповедуете свои грехи 9000 раз в день. Как будто Иисус, сидя на престоле, умирает за вас 9000 раз. В Библии сказано, что Иисус умер один раз, и когда Он умер один раз, это решило проблему всех ваших грехов в прошлом, в настоящем и будущем. Он простил вас раз и навсегда. У вас вечное искупление. Но вы смотрите на то, что вы делаете и совершаете в плоти. «О, мне еще предстоит работа». Легко не будет. У вас должны быть такие чувствования, такой ум. Он не почитал хищением быть равным Богу. «Хорошо, на основании того, что вы только что прочитали, какой в вас должен быть ум?» «Нет, не давайте мне религиозный ответ». Вы прочли это местописание. Не уходите от этого места. И не давайте мне религиозный ответ. Религиозное толкование. Что только что сказано Писанием? Пусть в вас будет такой ум. А затем, после двоеточия, приводится первое. Первое, что должно быть в вашем уме. Что первое должно быть в вашем уме? «Чтобы вы стали думать так, как думал Иисус, и почитали себя равным Богу». Книга Бытие, 2 глава, 7 стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его, в ноздри его, дыхание жизни, и стал человек». В классическом переводе говорится «душою живою». В комментарии «Комаш» эта фраза переведена так «стал еще одним говорящим духом». Обратите внимание на то, что сделал Бог. Он взял кусок плоти и что-то передал от себя к этой плоти. Поэтому я – духовное существо, подобное Богу, потому что Бог вложил свое дыхание в меня. От того, что я порвал этот лист на кусочки, он перестал быть бумагой? Он перестал быть бумагой? Он перестал быть бумагой? Он перестал быть бумагой? Чему это подобно? «Так и Бог, как Он вдохнул Свой Дух в меня, разве этот дух стал меньше духом после того, как Бог вложил его в меня?» У вас внутренняя борьба? У вас сомнения? У вас колебания? Разве дух стал иметь меньше качества Бога после того, как был вложен в плоть? Разве эта бумага потеряла свойство бумаги из-за того, что я порвал ее, из-за того, что я раздал кусочки? Она потеряла свойство бумаги из-за того, что я раздал ее. Это все та же бумага, порванная на кусочки, розданная. И Бог говорит вам, в вас должен быть тот же ум. Начните видеть себя. Какого себя? Ваш дух равен Богу. Ваш духовный человек равен Богу. Пусть в вас будет такой ум. Но вы колеблитесь. Вы сомневаетесь из-за недостатка понимания духи, душе и теле. Хорошо. Послание к евреям, 23 глава. Если такая есть. Посмотрим. К евреям, 12 глава. Я сказал, 23. Но послание к евреям не настолько большое. У вас проблема с таким вопросом. Совершенен ли я? Да, совершенны в вашем духе. Когда ваше тело и душа будут искуплены, они тоже будут совершенными. Но сейчас душу необходимо обновить, а тело представить Богу в жертву святую. Хорошо. Послушайте. Ваш дух совершенен. Пастор, не может быть, чтобы такое было сказано в Писании. Сказано, дух – единственная сфера, над которой вам не пришлось работать, чтобы оно стало такой праведной. Вся христианская жизнь – борьба. Мы чувствуем, что нам все надо заработать. Мы стараемся заработать больше благоволения, больше любви. Вы не можете заработать больше любви, больше благоволения и так далее. Хорошо. Смотрите, что сказано в 23 стихе. Читаем. «К торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к Судии всех Богу, и к Духам праведников, достигших совершенства, сделанных совершенными». Прочтите последнюю часть и еще раз. Готовы? Читаем. Еще раз. Еще раз. «И к Духам праведников, сделанных совершенными». Не сами они стали такими. В этом нет никакой вашей заслуги. Ваш Дух был сделан совершенным. Вы были сделаны праведными. Вы были сделаны святыми. Вы были сделаны чистыми. Все, что вы пытаетесь достичь плотскими усилиями, уже есть в вашем Духе. Раньше у меня были проблемы с этим местом Писания. Без святости никто не увидит Господа, потому что я видел Его с неверной перспективы. Я думал, что святость надо совершенствовать в моем теле. Святость уже была сделана совершенно и в моем Духе. «Я увижу Господа». Понимаете, что я говорю? Вы начинаете рассматривать эти местописания религиозно и оказываете на себя столько давления, у вас столько вины и всего прочего. Вы так устаете, что в конце концов опускаете руки, говоря «Кажется, я этого никогда не достигну». Наконец, я понял, что это за скала, на которой Иисус построит свою церковь. Это не откровение об Иисусе, это откровение о нашем тождестве. И если вы не получите откровение о своем тождестве в нем… Вот что Он говорил. Именно откровение о себе давало способность делать то, что Он делал. Боже, я снова буду проповедовать то, что проповедовал в среду вечером. «Джон, пойди сюда. С организаторами. Надо пройти на сцену». Хорошо, если вы видите это в перспективе, тогда у вас совсем другое понимание о молитве, другое понимание о посте. У вас другие понимания о том, что религия представила как место для деления дел. Это дух. Я душа. Это тело. Кто это? Кто это? Кто это? Трехчастный человек. Три в одном. У этого парня могущество. У него способность делать все. В него вложено все. В нем исцеление. В нем жизнь с избытком. В нем освобождение. У него все это есть. Он верит в Слово Божье. Единственное, как я, душа, могу согласиться с ним духом. Я должен согласиться с ним через Слово Божье, потому что он верит в Слово. Он верит в исцеление. А этот парень – тело. Верит своим пяти чувствам. Тому, что он видит, обоняет, чувствует на ощупь и вкус. Он верит этому. Он верит тому, что видит своими глазами. Он верит тому, что слышит своими ушами. Он верит этому. Этот парень, душа, определяет, что будет происходить в видимом мире. Даже получив спасение, вот что делали некоторые из нас. Этот парень, тело, говорит, я больное. Душа говорит, да, я согласна, да. Этот парень, тело, говорит, мы банкроты. Он, душа, говорит, да, это так и есть. Потому что без Слова Божьего мы даже и не знаем, что этот парень – дух, здесь. Так что этот парень, тело, начинает руководить всей системой. Он берет то, что он чувствует, убеждает душу, душа соглашается с ним, и пока душа в согласии с ним, с телом. Вы отрезаны от всего, что можете получить от него, от духа. Тело говорит, у меня рак, душа говорит, у него рак, мы скоро умрем. Они даже не знают, что он, дух, существует. Хорошо, смотрите. Если я, душа, соглашаюсь с ним, с духом, тогда мы оба, дух, душа, можем заставить этого парня, тело, подчиниться. Потому что если оставить тело одно, если вы не обновляете свой ум Словом Божьим, он, тело, будет представлен сам себе и тут же начнет верить своим пяти чувствам. Таким образом, обновление ума – это не одноразовое событие обновления ума, это каждодневный образ жизни. Есть две вещи, которые вам необходимо делать после того, как вы родились свыше. Номер один – обновление ума и… Номер два – высвобождение из духа в видимый мир. Две вещи. Есть только две вещи, которые надо делать после того, как вы родились свыше. Обновление ума. Как христианину вам надо делать две вещи. Разве не потрясающе? У вас есть старый длинный список дел, а надо делать лишь два – обновлять свой ум Словом Божьим и высвобождать те благословения, что нам даны в духе, в видимый мир. То и вы не можете делать второго без первого. Итак, мой ум обновляется. Мой ум обновляется. Мой ум обновляется. Хорошо. Смотрите. Все начинается отсюда. И даже будучи христианином, если вы не начнете обновлять свой ум, вы останетесь в согласии с ним, с телом. Мы называем это плотский христианин. Плотский христианин – это человек, который позволил, чтобы над его мышлением владычествовало то, что он видит, чувствует и ощущает. Его мышление под владычеством пяти физических чувств, и Библия говорит, плотский ум приведет вас к смерти. Имеется в виду не та смерть, когда тело зарывает в землю, но и все виды смерти – одиночество, депрессия, нужда, страх. Все эти вещи, которые ассоциируются с циклом смерти, становятся частью вашей жизни. Потому что если ваш ум плотский, это приведет вас к смерти. А если ваш ум духовный, то у вас жизнь и мир. Духовный ум – это ум, который находится под владычеством Слова Божьего. Итак, вот что происходит. Вы рождаетесь свыше, и вот какой процесс должен происходить. Вы обновляете свой ум. Обновляете свой ум. Обновляете свой ум. Обновляете свой ум словом. Обновляете свой ум словом. И вы входите в согласие с ним, с духом. И вот однажды он, тело, подвергается атаке чего-то физического. Приходит врач и говорит, что у него, у тела, рак. Понятно? Вы обновляете свой ум. Он, тело, говорит, у нас рак. Душа говорит, нет, мы исцелены. И дух говорит, да, я согласен. Тело. Да, но разве ты не слышал, что сказал врач? Душа. Да, слышал. Но мы исцелены. И мы, душа, дух, согласие. Да, но я чувствую боли, на мне пятна. Да, но мы исцелены. Да, но нам осталось жить всего-то три дня. Что бы там ни было, мы исцелены. И что тогда произойдет? Если вы будете пребывать в согласии, верить сердцем, значит, верить духом. Знаете, что он говорит? Во все, что он, дух, верит, верь вместе с ним. Он верит в Слово Божье, правильно? Значит, верить сердцем, значит, верить духом. То есть, верить Слову Божьему, которому верит дух. Итак, во что я верю? Я исцелен. Я исцелен. Во все, что он, дух, верит, верь вместе с ним. Он верит в Слово Божье, правильно? Значит, верить сердцем, значит, верить духом. То есть, верить Слову Божьему, которому верит дух. Итак, во что я верю? Я исцелен. Тело. Да, но я чувствую боль. Душа. Да, мы исцелены. Тело. Но мне больно. Душа. Мы исцелены. Тело. Да, но боль-то есть. Душа, мы исцелены. Тело, меня возили в операционную и дважды оперировали. Душа, мы исцелены. Видите, душа и дух не изменятся. Итак, вот что произойдет, если вы продолжите это делать. Исцеление, вложено в него. Дух, через соглашение будут высвобождаться в душу. Вы поместите тело вот сюда, и оно начнет получать пользу от проявления того, что вложено в дух. Вы обновляете свой ум, чтобы проявить исцеление в видимом мире и показать, какова благая, угодная и совершенная воля Божья. Хорошо, теперь смотрите, я обновляю свой ум и не буду переставать это делать. О, это хорошо, я исцелен. Но вот теперь тело говорит, я хочу покурить травки. Вы говорите, нет, насчет этого мы не в согласии. Тело — это храм Духа Святого. Да, но мне хочется покурить. Нет, 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 нет. Мы согласны в том, что тело — это храм Святого Духа. Но я хочу покурить. Знаешь, ты лучше уж замолчи. А не то мы тебя отправим в пост. Если будешь и дальше так говорить, завтра ты есть не будешь. О, теперь я понимаю, в чем цель поста. Когда голос плоти начинает звучать больше, чем он должен звучать, я вхожу в пост, чтобы показать плоти. Твоя главная потребность в пище не будет удовлетворена, если ты не поймешь, что мы, душа, Дух, управляем системой. Ты ею больше не управляешь. Ты управлял системой последние 20 лет. И смотри, к чему это нас привело. Если ты будешь продолжать разговоры о травке, завтра мы есть не будем. Как тебе это? И вы удивитесь, как после первого дня полного поста голос плоти изменится. Я имею в виду серьезный пост, после которого ваше тело покорится и скажет, «Хорошо, хорошо, я успокоюсь». Теперь вы видите, в чем цель поста. Но раньше религия заставляла вас думать, «Если я попощусь, то на меня свалится что-то магическое, и я смогу действовать». Нет, вы входите в пост для того, чтобы продолжать получать пользу от того, что богатства, вложенные в дух, проявляются в видимом мире. И вы поститесь до тех пор, пока этот парень тела не поймет, пока ты не согласишься с ним. «Дух, душа, мы тебя кормить не будем». Вот почему Иисус и Илья были успешными, потому что решили эту задачу, постившись 40 дней и 40 ночей. Ваше тело должно понимать, что оно не будет управлять системой. Видите, как это устраняет из картины религию? Тело говорит, «Я хочу пойти домой и посмотреть порнографию». Дома как раз никого нет. Они, дух, душа, говорят, «Нет, не надо вкладывать такое себе в голову. Я обновляю свой ум Словом Божьим, и кроме того, я в согласии с духом. У нас с ним близкие отношения, и мне не нужна фальшивая близость с порнографией, так что мы этого делать не будем». «Да, но я, тело, сделаю это». Душа, дух. «А ну-ка, скажи это еще раз. Скажи это еще раз. Скажи это еще раз. И отправишься в пост. Попробуй сказать это еще раз. Ну-ка, давай». Теперь видите цель поста? Но во что превратила эта религия? Давайте я вам что-то покажу о молитве. В 14 главе 1 послания Коринфянам говорится, «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Мой дух совершенен. И я натренировался в Слове настолько, что знаю разницу между добром и злом». Вы замечали, что когда вы, молясь на языках, теряете концентрацию, ваш ум начинает бродить повсюду. Потому что душа в этом не участвует. Душа остается без плода. Поэтому вы думаете, что на самом деле ничего не произошло, потому что вы помолились и подумали, что все это было механическим. И ваш ум подумал, «А что я буду сегодня есть?» Они даже не убрали комнату так, как я им говорил. Все это проносится в вашей голове, и вы думаете, что толку нет. Но он, дух, молится. Он молится. И он совершенен. Он совершенен. И он не может молиться иначе, как совершенными молитвами. И я не должен останавливать этого парня. Каждый раз, когда этот парень хочет остановиться, моя душа должна понимать, что он молится. Моя душа должна понимать, что я назидаюсь. Когда человек молится в Духе Святом, он молится в наисвятейшей вере и назидает себя. Моя душа не принимает никакого участия в этой молитве. Но когда я молюсь на языках, она обновляется. Приходит понимание и начинает происходить могущественные дела. Вот поэтому и надо каждый день молиться на языках, чтобы получить то совершенное, что вложено в ваш Дух. Писание говорит, но человек мудрый вычерпывает их. Вы видите все эти вещи, которые мы превратили в религию? Если расположить все по местам, вы увидите цель всего и сможете владычествовать в этом мире. И даже если вы что-то чувствуете здесь, в теле, вам незачем бояться. Даже если вы не видите обеспечения, вам незачем бояться. Даже если дела идут не так, вам незачем бояться. Почему? Потому что вы знаете, в кого уверовали. Хорошо, вот что-то очень-очень интересное. Вот что-то очень интересное, чего мы не видим. Дух Святой соединяется с вашим Духом. Они одно. Они одно. Не знаю, готовы ли вы к этому. Все, что есть у Духа Святого, Он дал ему, Духу. Поэтому они одно. Первое послание Коринфянам. Держи его за руку. С такими парнями, как за каменной стеной. Первое послание Коринфянам 6.17 и закончим. «А соединяющийся с Господом, есть один Дух с Господом. Соединяющийся с Господом, есть один Дух с Господом. У Него уже не может быть большего. Он соединен с Господом. Он соединен с Господом. Поэтому, когда я молюсь на языках, Дух помогает мне молиться, ибо душа не знает, как молиться. Но Дух Святой помогает мне молиться. Его молитва совершенна. Вы сидите и говорите, «Господь, благослови мою маму. У нее болит палец. Господь, благослови ее. У нее не растут овощи». Нет! Мы говорим о том, чтобы молиться о сути всего. Мы говорим, что будем молиться о таком, о чем дьявол даже понятия не имеет. Мы готовы сокрушить его. А он даже не поймет, в чем дело, так как у нас единство с Духом. Соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. Таким образом, система работает так. Развернитесь одновременно. Она работает в единстве. И это единый Дух, двигатель. Я соединяюсь с Духом, а тело следует за ним. У тела нет выбора. Выбор уже был сделан за него. Но смотрите. Повернитесь сюда. Вот что мы делали всю свою жизнь. Позволяли ему, телу, руководить. Но они не последуют за телом. Вы будете следовать за дураком? Они не последуют за телом. Они не последуют. Они будут просто посылать импульсы. Импульсы обличения. Убеждения. Когда вы были грешником, вы спали с тем, с кем не надо было, и чувствовали себя хорошо. Закон не был дан, как решение проблемы, греха. Он был дан для того, чтобы показать вам, насколько грех плохой. Он даже не казался плохим, пока не был дан закон. Когда не было закона, никто, переспав с пятью женщинами, не чувствовал вины. Закон был дан для того, чтобы каждый увидел, насколько отчаянно он нуждается в Боге. Я закончу посланием Филимону. Ну да, хи-хи-хи. Возьмите электронный словарь и послушайте, как голос произнесет это имя. Хи-хи-хи-хи. Ха-ха. Филимон. Может, завтра это будет Филомон. Сейчас это Фалимон. Первая глава. Вы меня заставили сомневаться. Придется самому уточнять. Посмотрите, как это звучит. Шестой стих. Вот как это работает, и на этом закончим. Дабы обещание веры твоей оказалось деятельным, начало работать в познании всякого в вас добра во Христе Иисусе. Вот что он говорит, и вот чего вам необходимо достичь. Вам надо достичь состояния, когда вы что-то познаете, вы говорите, «Я признаю истину и существование этого». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова